Добрый день, меня зовут Никита Северинов и я продолжу курс лекций по технологии программирования HTML5 Canvas. В предыдущей лекции мы, к сожалению, не успели рассмотреть все моменты столкновения. Давайте рассмотрим... Все мы видели арканойт, когда мячик стухается об стенку и отскакивает от нее под нужным им углом. Давайте напишем что-то то же самое. Как это сделать? Смотрите, я определил Canvas, контекст, ширину, высоту. При этом, как в предыдущих занятиях, я ширину и высоту статически определял. Теперь я присваиваю переменам V и H ширину и высоту самого Canvas. То есть я не пишу их V равняется 600 и H равняется 400, а сразу их в коде прописываю. Так удобнее, чтобы только один раз можно исправить было в теге Canvas и все. И не мучиться искать по коду. Заметьте эту. Сделайте пометочку. Теперь. Давайте напишем, чтобы у нас шарик, мячик, окружность ударялись об стенки и отскакивали под нужным им углом. Это такое дополнение к тому, что было в третьем уроке сказано. Это как дополнение к третьему уроку, считайте. Воспользуемся функцией setInterval, которая принимает два аргумента. Первый – это сама функция. А второй аргумент – это через сколько эта функция будет вызвана. Вот смотрите. Давайте мы вызовем функцию draw. Заметьте, вот ключевой момент. Функция draw указывается без скобочек. В прошлый раз, когда я указывал в скобочках, у меня она не вызвалась, и я был в неком замешательстве. Я подзабыл, что функция draw у нас здесь, вот в функции setInterval указывается без скобочек. Теперь. Вот тут мы ставим количество мили в секунду, через сколько она будет вызвана. Пускай будет 25, 30, 30, пускай. Теперь. После. Каждый раз наша функция draw будет вызваться каждые 33 миллисекунд. Теперь. Мы должны прописать саму функцию draw. draw. Так, теперь. Я предлагаю нам изобразить, описать глобальные переменные, которые связаны с нашим мячиком. Для этого, определим переменную ball, которая будет содержать следующие значения. По умолчанию x0, y0. Конечно, у мячика и тут можно задавать скорость. Давайте и тут зададим. Speed по умолчанию будет 5. Да, вот так. Пускай будет так. Теперь. Укажем переменную. Angle. Вот это будет начальный угол. Вот с какого угла мы его будем запускать. Давайте разнообразие сделаем. Запустим под углом 45 градусов. Теперь. Надо перевести этот угол в радианы. Для этого давайте объявим переменную Raiden. Опускаем. Давайте не будем изучать. Пускай будет fi. Она будет равна англ умножить на мат точка пи деленная на 180. И давайте еще внесем перемены dx и dy. Это наше переменное перемещение. После мы переходим в функцию draw. И здесь мы уже давайте опишем саму алгебраическую часть. Отвисовкой потом займемся. Теперь. Значит, мы должны каждый раз пересчитывать dx и dy соответственно. Для этого мы воспользуемся математическими функциями косинусом и синусом. здесь будет, конечно же, синус. По y у нас синус, по x у нас косинус. На тригонометрическом круге это хорошо видно. Какая ось за что отвечает. Так, теперь. Мы должны каждый раз переменной ball x прибавлять наше перемещение dy. dx. Ак ball y соответственно dy. Так, давайте мы еще перед этим, смотрите, у нас ведь каждый раз кадр очищается. Должен очищаться, чтобы у нас одно изображение не замещалось другим изображением. И у нас тогда получается то, что у нас этот мячик будет в виде линии отрисовываться. Для этого мы пишем функцию stix.clear.rect и ставим функцию stix.stroke.rect, это наша область. Наша область холста. Можем посмотреть, что получилось. Вот у нас наша область. Так, теперь. Теперь мы давайте отрисуем сам мячик. Ставим begin path и close path. Теперь. Здесь мы будем отрисовывать мяч. Да, минуту еще вот замечу. Вот здесь я некую не точности сделал. Здесь ставим ball.speed. То есть ball.score. Вот здесь мы ставим ball. ball.x, ball.y, радиус 15, начальный угол, конечный угол. Так, теперь мы должны залить этот мячик. Посмотрим, что получается. Вот у нас идет мячик. Он перемещается и заходит за границу. Теперь мы хотим, чтобы этот мячик отскакивал до границы под тем углом, под каким он попал. Теперь давайте мы еще одну функцию пропишем, которая будет отвечать за пересчет угла. function update angle, которая будет, мы функцию назвали обновление угла, которая будет содержать фи равняется angle умножить, смотрите, на мат точка пи, деленное на 180. Пересчитываем здесь же и dx для нужного нам фи. Умножаем на скорость мяча. Соответственно, теперь вот здесь мы должны прописать парочку условий. Ну, чтобы определить координаты мяча во время столкновения со стенкой какой-либо. Давайте начнем с координаты x. Если x больше v или y у нас меньше 0, то, во-первых, у нас angle будет равен angle 180 минус angle, соответственно. Теперь, вот здесь мы должны вызвать повторно нашу функцию. Она будет у нас сделать пересчет. В ином случае, если у нас болт точка, здесь секундочка переправлена на x, болт точка y у нас больше h, и болт точка y меньше 0, тогда мы ставим angle равен 360 минус angle. После мы опять вызываем функцию update angle. Смотрим, что получилось. вот мы видим то, что система соударений работает и углы хорошо определяет. вот на этом я с вами прощаюсь. С вами был Никита Северинов. До следующих уроков.